привет господа пчеловоды и сегодня у нас 20 и вот это признаки назематоза хоть их и мало но вот именно так когда сейчас после 25 их будет гораздо больше и будут они возле литка их будет много это назематоз поэтому те пчеловоды которые думают что у них нет болезней 150 все рядом с вами и просто надо вовремя смотреть на литки и по литкам видно какие семьи работают хуже вот например самая сильная семья у меня вот она вот самая сильная семья здесь матку найти очень очень сложно вообще вот надо потратить уйму времени чтобы матку найти вот вот она видите да вот потратил 30 минут чтобы найти матку это какой-то ужас меда никакого вот она черная карника все как положено это сильнейшая семья вот как они делаются вот эти сильные семьи просто берете вот например отводок он уже довольно таки сильный отводок и с этого отводка вы берете только рамку с пчелой рамку с пчелой и с расплодом но ищите такую рамку чтобы у вас было как можно меньше там засева как можно меньше расплода засев чуть-чуть и вот в улей берете стряхиваете сюда в улей стряхиваете и с любой другой слабой семьи вот например это слабые семьи это очень слабые семьи отсюда вы берете только пчел почему именно так я об этом рассказывал 4-3 года повторяться не хочу поэтому вот тем кому интересно смотрите ролики 22 23 там все это рассказывалось вот это вот слабые семьи это очень слабые семьи от них никакого толку никакого толку лишь только мед вот проблема в том что теперь надо где-то время брать и заниматься заниматься медом это слабые семьи поэтому отсюда вы берете только берете вот на крайних рамках здесь и мало меда но зато много пчелы берете рамку малого меда и стряхиваете 2-3 пчелы стряхиваете и ложите к сильным семьям и таким образом у вас начинается старт но в чем фишка когда у вас начинается старт то здесь будут 2-3-4 маточника и поэтому один маточник оставляете а 3 или 2 вырезаете но когда вырезаете опять-таки вот пчелу надо стряхивать от отводка вот вы стряхнули сюда пчелу и стряхнули пчелу от слабых семей стряхнули и через 1 час через 2 хотите подставьте маточник хотите матку в садке и получится вот такая сильнейшая семья и таких семей у вас наберется будет набираться довольно-таки много делать это надо можно сейчас можно позже в июне в июле в августе в сентябре ну в августе лучше уже как можно больше таких сделать и потом уже только маточники распространяете вот на такие мелкие улья и у вас получаются вон они все эти отводки работать будут так что в этом году я столкнулся с очень странным на мой взгляд странный я с этим явлением сталкивался в Ташкенте но вот здесь я тоже столкнулся и хочу вам поведать об этом потому что может быть кто-то с этим тоже сталкивается и может четко объяснить что это что это все значит значится вот в такой отводок который я сейчас показал вот в эти отводки это скажем так бросовые это получится не получится бросовые отводки и очень часто в этих бросовых отводках все получается на 99% а вот когда вы ухаживаете за хорошими отводками за хорошими матками матки исчезают я не знаю эту закономерность но вот например вот в этом уле месяц назад когда матка я вот так же сделал отводок матка начала сеять на двух рамках была начались холода взятка не было были сухие рамки и получилось так что когда я приехал рамку смотреть матку искать то увидел что в рамках весь расплод и личинки червление все 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 залито медом залито на 20% вы видите как будто забрызгана рамка медом забрызгана рамка медом а когда посмотрите на дно то там личинки лежат и я подумал что такое у меня в Ташкенте бывало это в мае месяце у нас в Ташкенте в те годы были заморозки до минус 5 и такие явления я видел но я не знал и не задумывался и не объяснял сам себе что это происходит и не смотрел последствия что происходит с расплодом в этот момент ведь он залитый медом воздуха нету казалось бы он должен погибать обычно расплод он залит маточным молочком все видят что есть расплод только же потому что белое маточное молочко и пчеловод знает что там есть расплод а здесь другая картина была темные рамки и видно что забрызгано медом а под медом лежат личинки и времени не было я это все опять сложил эти две рамки и подумал про себя что надо будет следующий раз через две недели срочным образом подсилить эту семью пчелой пчелу я привез через две недели и думал что тот расплод который был под медом на нем не было пчел здесь вот я вам показал я шучу конечно но я вам показал сильные семьи так так скажем сильные семьи там пчелы там пчелы поштучно можно пересчитать и получилось что я увидел другую картину что весь расплод который был под медом он уже был пчела на выходе пошла пчела на выход и здесь я вспомнил ту кухню которую я вам рассказывал что когда мерзнет расплод пчела выкидывает его на литки но я так думаю что это происходит в холодное время это когда март апрель май когда мы торопимся раздуваем семьи вот это происходит а вот летом в Ташкенте в это в мае месяце уже 30-35 но в те годы Советского Союза когда запускали ракеты после того как запустят ракету температура во-первых землетрясение будет обязательно и все знают и сегодня есть как начали этот космодром запускать сегодня тоже такие аномалии что в Ташкенте на 9 мая 1 мая морозы опускаются до минус трех и урожай сильно страдает урожай а здесь значит получается такая кухня что было тепло и пчела она не стала есть расплод она не стала выкидывать его она его поместила под мед но почему под мед вот у меня есть соображение почему под мед и я думаю что вы тоже можете догадываться почему под мед единственное что меня смущает ведь в меде проходимость воздуха не была нету по идее они должны умереть но так как в лекциях Кашковского есть тема что пчела и личинки могут жить без воздуха значит вот эта кухня с тем что остывание гнезда это как раз таки касается тех пчеловодов которые всего лишь мне 4 пчеловода ответили одним словом остывает гнездо а вот как оно остывает вот он вам еще один пример что пчела она не стала выкидывать расплод а вот таким образом греет расплод медом так что вот такая кухня была и через 2 недели я эту матку убрал и положил в сильную семью там где достаточно много пчел а матку которая от сильной семьи я положил сюда таким способом я не стал догадываться разгадываться сам случай я сам себе рассказываю и задаю вопрос и отвечаю на вопрос и вот с вами делюсь этим мнением а ждать результат я у меня нет смысла я просто сразу сделал эту процедуру сегодня эта семья уже довольно таки нормальная если посмотреть на леток она уже летает поэтому вот такой случай был у меня так что я вам показал всеми которыми надо работать и всеми с которыми не надо работать так что будет интересно я вам позвоню так что пока пока всем привет спасибо 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 Продолжение следует...